Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас мною обещанный последний выпуск перед моим летним отпуском. Ну как последний? Теоретически он последний перед отпуском, а фактически отпуск давным-давно уже начался, и я все откладывала в запись этого видеоролика, поскольку ждала от Арса из Санкт-Петербурга свою посылку. А посылку ждала, поскольку в ней комплект Skylark от Умницы, который, собственно, сегодня будет главным героем этого видеовыпуска, поскольку говорить мы с вами будем о том, как я обучаю ребенка английскому языку. Умницы! Спасибо вам огромное за то, что вы прислали нам в Санкт-Петербург именно эту коробку, и я с большим-большим удовольствием сегодня буду делать распаковку. Будем смотреть, как же заниматься с ребенком и обучать его английскому языку, учитывая, что моему ребенку всего год и четыре. Здесь как раз-таки на самой коробке написано, что возраст, когда можно использовать этот комплект с рождения до трех лет, и все, что нам осталось, в принципе, разобрать эту коробку и начать смотреть, что же в ней находится. Почему выбрала именно Умницу? Во-первых, компания была основана в далеком 1999 году и имеет очень большой опыт работы с детьми разного возраста. Основали ее два педагога Андрей и Галина Маниченко, которые до этого работали в школе, и задавались вопросом, как же помочь маленьким детям более успешно, во-первых, учиться в школе и быть более успешными в университете, и, конечно же, иметь больший шанс на более успешную работу и карьеру уже в дальнейшем в своей жизни. И вот, анализируя разные факторы, которые влияют на успешность ребенка в учебе, они поняли, что одним из таких факторов является раннее развитие, и то, насколько активно и насколько качественно родители могут дома заниматься с ребенком еще в дошкольном возрасте и даже в возрасте, когда он еще не пошел в садик. И вот они начали разрабатывать свои комплекты. В предложении компании их большое количество, разные, которые направлены на развитие интеллекта, на развитие речи и так далее, и так далее. Но меня, конечно же, заинтересовал комплект Skylark по обучению ребенка английскому языку. Разработан этот комплект был в 2013 году вместе со специалистами из Великобритании, из Кембриджа. В этом комплекте есть несколько уровней сложности. Есть карточки, книги, игровое поле и более 200 разных игр, при помощи которых можно обучать ребенка английскому языку. И еще одна причина, по которой я хотела разобраться именно в этом комплекте, так это то, что умницы заявляют, что родителю не обязательно в совершенстве владеть английским языком для того, чтобы обучать своего ребенка. И мне это показалось очень интересным, очень привлекательным, поэтому сегодня будем разбираться, что же в этой коробке. Еще одна очень классная штука для всех родителей. Даже если вы еще не думали покупать или не покупать один из развивающих комплектов от умницы, просто подпишитесь на их инстаграм. До получения вот этого прекрасного комплекта, его изучения, я пристально следила за инстаграм-аккаунтом умницы, поскольку там получала практически ежедневно очень много полезной информации о том, как в принципе жить с ребенком. То есть там не только информация про развитие и использование этих комплектов, но и также общая генеральная информация о том, как воспитывать ребенка, как воспринимать сложности в воспитании и развитии ребенка, как с ним общаться, например, если возникают какие-то трудности, ну там, я не знаю, зависимость от мультиков, как вести себя в магазине, что делать, если ребенок не послушается, если он протестует, если он не хочет спать, если есть какие-то явные проблемы в развитии или воспитании ребенка, то умница действительно очень много классной информации пишет в своем аккаунте. Поэтому всем советую подписаться, даже если вы не планируете покупать этот комплект. Ну что ж, так выглядит коробка. Что же у нас здесь имеется? Первое, что я вижу и что сразу бросается в глаза, это мягкая игрушка. Это птичка, которая одевается на руку мамы или папы, которая занимается ребенком. Эту птичку зовут Skylark. Это маленький педагог, который будет помогать родителям обучать малыша и делать обучение английскому языку более веселым. Почему используется такая мягкая, приятная игрушка? Потому что умница рекомендует родителям обучение, любое, не только английскому языку, а в принципе обучение, делать приятным, веселым в качестве игры. Не заставлять ребенка ни в коем случае и не превращать этот процесс в какой-то такой мучительный процесс образования. Сейчас здесь у нас карточка, на которой, с другой стороны, есть вся информация для родителя. Здесь у нас, насколько я понимаю, несколько комплектов самых разных карточек. Раз, два, три, четыре, пять. Пять комплектов. Первый комплект карточек, который я вижу, называется Look at me. И с другой стороны, вот здесь вот располагаются разные слова, которые нам подсказывают, о чем речь именно в этом комплекте. Второй комплект Let's get dressed. Потом у нас карточка I want to play. Следующая I'm hungry. И последний комплект карточек – это общая база слов, которые ребенок должен в первую очередь освоить, начиная изучать иностранный язык. Так, дальше раскрываю целый набор книжечек. Вот такие вот книжечки. И каждая из этих книг, она имеет разный цвет. Первый цвет – это желтый. Это, насколько я понимаю, самый легкий уровень. А потом голубой и зеленый. И начинать свои занятия с ребенком следует, начиная с желтого уровня. В общей сложности здесь таких 12 книжечек. И первым делом давайте посмотрим на желтые книжечки. Здесь самые разные тоже темы. Есть книжечка, которая называется The New Baby, Seven Little Toys, Sophie's Clothes и Who's Been Eating My Apple. Книжечки очень красивые, цветные, с картинками и минимальным текстом. Это самые-самые легкие, с которых можно начинать. И, кстати говоря, вот именно такие книги, в которых в основном картинки, но мало текста, они действительно идеальны для малышей самого раннего возраста. И, конечно же, для родителей, которые, возможно, не так хорошо или, в принципе, не говорят на английском. Тексты действительно очень легкие, короткие. И даже новичкам будет очень легко разобраться, как их произносить. И даже если родителю будет сложно правильно произносить или понять, как произносить слова или фразы, то этот комплект также предполагает онлайн помощь родителям, которую можно использовать на сайте Умницы, и также слушать не только фразы, но также песни и разные другие пособия. Так, голубые книжечки. Следующий уровень. Ну, например, Noa eats his dinner. То есть Noa ест его ужин. Уровень посложнее. Здесь уже ребенок что-то говорит. И есть дополнительные какие-то фразы, уже появляются диалоги. Ну и последнее зеленое. Давайте выберем одну Nari Lily. То есть это непослушная Лили, которая, очевидно, уже 9 часов вечера, и в своей кроватке она не спит. Текста здесь, очевидно, уже больше. Здесь внизу видно, что текст больше, он, наверное, сложнее. И также есть, где-то были, есть диалоги между ребенком и родителями. Так, что еще у нас в комплекте? Также в комплекте здесь есть двустороннее игровое поле. Сейчас попробую его разложить. Игровое поле раскладывается на пол. И также здесь можно играть разные игры с ребенком. Здесь я уже что вижу? Вижу разные предметы ежедневной жизни малыша. Начиная от игрушек, предметов гигиены малыша. Так, потом посуда, одежда, еда, конечно же. И на второй стороне этого игрового поля здесь у нас разные фигуры разных цветов. Треугольник, круг, ромб, звезда и так далее. Так, давайте откроем хотя бы один комплект карточек и посмотрим, какие же здесь у нас карточки. Так, что же мы видим из общих таких вещей? Первое, что здесь есть, в карточках ребенок может учиться считать. Один кружок, два кружка, три и так далее, и так далее. Формы разной фигуры. Потом отдельно цвет. Разные цвета. Дальше размеры. Большой, маленький, даже холодный, горячий. Сухой, мокрый. Так, и так, а полный, пустой. Мягкий, твердый. Так, длинный, длинный, короткий. И старый, и новый. Так, давайте еще откроем Look at me. Мне кажется, это будет интересно, как ребеночек может изучать себя и окружающих людей. Ну вот здесь уставший ребенок, малыш, щека, попа, тело, нос, мама, рот, глаз, ухо, папа, зубы. Счастливый, девочка, мальчик, спина, рука, животик. И ровно как и книжки, карточки тоже помечены конкретным цветом. Самый первый легкий уровень это желтый, потом следующий голубой и самый сложный уже зеленый. Но тут я и вижу, потому что в зеленом мы ребенку объясняем и рассказываем про эмоции. И также в коробке здесь осталась еще одна очень важная вещь, это пособие для родителя, которое поможет родителям разобраться, как же работать с этой системой и как более продуктивно и эффективно обучать своего ребенка, ну в этом случае английскому языку. И уже сейчас, листая эту книжку, я понимаю, что здесь действительно очень-очень много информации. Организована эта книга по разделам, и называются эти разделы ровно так же, как называются карточки. Ну, например, базовые знания, look at me, I'm hungry и так далее, и так далее. И начиная занятия с конкретным комплектом карточек, родитель сможет обратиться также к книге, открыть нужный раздел и прочитать, что же именно с этим комплектом можно делать, какие игры и как лучше всего его использовать. Рассматривая все эти материалы, я вижу, что они действительно очень хорошего качества. И видно, что разработка данного комплекта, она заняла очень много работы, ресурсов и времени. Но я как мама, которая хотела бы пользоваться данным комплектом продолжительное время, может быть даже оставить его для обучения английскому языку для второго ребенка, хотелось бы, чтобы карточки были более плотного картона, либо ламинированные. И также само игровое поле, чтобы оно было не бумажным, а все-таки из клеенчатого, может быть, материала. В любом случае, такого материала, который ребенок не порвет, поскольку, имея опыт с играми, с маленьким ребенком, используя карточки, чтение книг, я понимаю, что ребенок разрушает вещи очень и очень быстро. И здесь в занятиях нужно будет уделить пристальное внимание и следить за тем, чтобы ребенок эти карточки и игровое поле не порвал. Словарь комплекта умницы Skylark English включает 180 основных слов, большая часть это существительные, и 4 темы части тела, еда, напитки, игрушки, игры и одежда и купание. На карточках на другой стороне также есть такие наводящие вопросы, когда уже ребенок будет понимать, там, например, «точи у нос», то есть «прикосни своему носу», «what's this», «что это», ну, в общем-то, может задавать вопросы и работать с ребенком уже с конкретной карточкой, чтобы он что-то отвечал. Так, общее положение, начинайте как можно раньше, учите общаясь, отвечайте ребенку, поддерживайте развитие вашего малыша, учите в игре, учите английский с целью. Например, языку нельзя научиться в вакууме, ученик должен видеть конкретную цель для использования языка. С тем, умница Skylark создает множество причин для изучения английского языка. В частности, речь идет о кукле-руковичке по имени Skylark, которая не говорит по-русски и понимает только английскую речь. Общение со Skylark является поводом для того, чтобы использовать английский язык. А вот оно что. На самом деле, когда мы с Арсом решили также обучать ребенка английскому языку, вот это правило, оно очень-очень важное для того, чтобы малыш, который растет в билингвальной семье, он мог успешно учить два или три языка одновременно. Как известно, мозг ребенка до четырех лет, он очень-очень гибкий, он может распознать звучание и фонетику разных языков, практически всех языков мира. После четырех лет он уже этого делать не может. Там уже нужно прилагать намного больше усилий для того, чтобы обучить иностранному языку. Так вот, и когда родители приступают к обучению английского языка, ну или любого другого, это не важно. Здесь нужно соблюсти очень важное правило, что каждый родитель говорит на одном конкретном языке. Например, если я, как мама, с ребенком говорю на английском, то я только общаюсь с ним на английском. Если папа говорит на русском, то он только разговаривает с ним на русском. В нашем случае еще есть бабушка, которая разговаривает с ним только на латышском. И, конечно же, сейчас у нас будет маленький друг Skylark, который будет с ребенком говорить исключительно на английском языке. Если ребенок захочет с ним общаться, ему придется использовать английские слова. И здесь не нужно бояться, что ребенок будет путать эти слова, что он будет путать языки. Абсолютно нет. Конечно же, для ребенка может занять немного больше времени, чтобы начать полноценно говорить. То есть, если сравнить билингвального ребенка с ребенком, который говорит только на одном языке, вполне возможно, что ребенок, говорящий на одном языке, заговорит раньше. В свою очередь, ребенок билингвальный может заговорить позже. Просто потому, что его мозг, он работает в нескольких направлениях сразу. Ему нужно аккумулировать всю эту информацию, три или два разных языка, для того, чтобы начать их использовать. Но как только он это начнет делать, он очень хорошо будет различать и слова, и звучание, и то, на каком языке, с каким родителем нужно общаться. И это, на мой взгляд, конечно же, прелесть маленького мозга человека, который только-только развивается. Ну, в общем, здесь действительно очень много разной информации. Также произношение для родителя. Рассказывается о всех карточках, дневник, что делать. Все, как я вижу, здесь рассчитано по дням. Там день первый, второй, третий, четвертый и так далее. Ну, в общем, буду следовать рекомендациям и буду начинать с базовых знаний, с базовых слов. Значит, первым делом мы будем с ребенком знакомиться с общей базой слов. А игровое поле поможет ребенку лучше запомнить и закрепить те слова, которые он изучил при помощи карточек. Но, по большому счету, если ребенок совсем-совсем маленький, то здесь можно начинать просто с книжечек, когда родитель вместе с ребенком сидит, читает эту книжку и просто показывает ребенку картинки. Понятное дело, что ребенок еще не осознает, что значат слова, что значат эти картинки, но это первый шаг, если мы начинаем обучать ребенка английскому языку с самого-самого рождения. Потом дальше мы действительно можем уже использовать в дополнение к этим книжечкам и карточки, и игровое поле. И, конечно же, наш маленький совенок Skylark, он также участвует в процессе обучения уже немного более старших детей. И так как Рэму сейчас год и четыре, он уже много что понимает, мы будем использовать с ним абсолютно все инструменты данного комплекта. Кстати, для родителей здесь также есть еще справочник по британскому английскому. И вот я открыла онлайн-материалы, например, песенку, которую я выбрала на тему игрушек для первого занятия. И здесь очень здорово, смотрите, здесь первое ты нажимаешь на саму песенку, которую ребенок может послушать, и потом уже, когда и мама, и ребенок будут знать ее наизусть, могут вместе петь. И для того, чтобы родителю было легче изучить эту песню, но ребенку в том числе, ему тоже можно проигрывать. Здесь есть медленная версия просто слов этой песни. Ну, здесь есть также текст. Так, если говорить про наше первое занятие, здесь также есть рекомендация, как проводить это занятие. Значит, первое, мы будем выбирать тему. Как я уже сказала, то мы начнем с генеральной базы слов, потом мы прочтем книгу, потом мы споем песенку с ребенком, и дальше мы будем играть уже с карточками и с овенком Скайларком. Hi, Рим-и. No, Рим-и, look. Hi, Рим-и. Look. Hello. Hi. What's your name? My name's Рим-и. Hi. My name is Skylark, and I'm going to be your new friend. We are going to learn English together with you every day. Yes, do you want a play? Oh, you see my boxes? Well, you see, this is my little house that I came in. Hey, do you like it? Yes, it's very colorful and bright. Look, there's my picture, that's me. That's me, Skylark. Let's read a book. Seven little toys all want to play. Who will be taken home today? рattle and a car that's right okay let's open the next page five little toys all want to play who will be taking home today the ball and the blocks do you have ball and blocks well if you do you can show me later three little toys all want to play who will be taken home today the doll and the book poor little Teddy just wants to play will anyone take him home today hooray now Teddy has someone to play with yeah look here's someone to play with a little girl took him what we got here let me look there's a toy and a teddy a doll a car a ball a rattle a book and a block okay so today we will pick the cards with colors so that's black black give me here you go there you go black now take the black one then I'll give you the blue one now take the blue one now take from me here let me here's the blue one now okay then the green one take the green card let me now take yes that's right then the orange card do you want to take the orange card yes then we have a pink card now take a pink card there you go and we have a purple take a purple there you go good job Remy good job give me high five give mama high five give mama high five good job give mama high five well done yay so do you want to sing a song with me okay let's go and sing a song and then we'll go and take our nap okay okay because I like is a little bit tired from my trip and we need to go to have a nap ну вот что-то типа того прошло наше первое маленькое занятие малышу очевидно понравился skylarg пока мы с малышом на youtube в отпуске будем показывать наш прогресс и наши занятия с умницей на нашем инстаграме поэтому кто не подписан наш инстаграм аккаунт пожалуйста подписывайтесь здесь оставлю для вас ссылку держи она на сегодня уже пора отправляться на наш дневной сон будем с котенком отдыхать и завтра продолжим наше занятие но я на сегодня с вами прощаюсь было очень очень приятно и здорово с вами хотя бы на немножечко и сегодня повидаться пока наш отпуск еще длится будем отдыхать и с большим удовольствием к вернемся к вам и будем публиковать уже наши видеоролики наши привычном графике по понедельникам и четвергам это все в сентябре все подруги на этом мы прощаемся и увидимся с вами сегодня еще в инстаграме пока